С 20 по 22 сентября в Симферополе проходила научно-практическая конференция «Роль добровольцев истории России». Мероприятие собрало более 120 исследователей из 18 регионов России, представителей поисковых, военно-исторических, ветеранских организаций, краеведов, исследователей, представителей вузов и органов исполнительной власти. Среди участников конференции были и представители общественных организаций, члены общественных палац своих регионов Чеченской Республики, Карачаева, Черкесии и города Хасавюр. Поисковое движение России уже на протяжении 30 лет объединяет в своих рядах десятки тысяч неравнодушных людей, сопричастных к героическим и трагическим страницам российской истории. Безусловно, это первое массовое добровольческое движение, чей целью является сохранение правды о Великой Отечественной войне, отмечает Елена Цунаева, ответственный секретарь поискового движения. «Вопрос, я думаю, риторический, конечно, очень важен, потому что ветераны Великой Отечественной войны, дай бог им здоровья, к сожалению, уходят из жизни. Да и сейчас многие из них уже не готовы так общаться и рассказывать о том, что было, что они видели, как все происходило. Поэтому ребята же, которые ездят в поисковые экспедиции, работая на полях сражений, узнают не из книги об интенсивности боев, о героических, о тех тяжелых условиях, в которых сражались наши защитники Отечества и уже могут хотя бы чуть-чуть вот эту эстафету рассказа о войне и героизме перехватить у наших уважаемых ветеранов. Поэтому без участия молодежи вот эта связь и ниточка памяти, она, в общем-то, конечно, невозможна. И здесь очень важно, вот часто мы говорим «наследники победы», «наследники победы». Мы действительно наследники, и нам очень важно это наследство не растерять. Не быть рантье, которые проживают то, что нам оставили наши отцы и деды, а именно приумножать и развивать. И об этом должны знать не только ребята. Мы очень рассчитываем, что ребята, которые поехали в поисковую экспедицию, потом будут выступать, рассказывать своим сверстникам. Все, конечно, не поедут. Но вот тот передовой отряд Республики Дагестан, который уже поучаствовал, будет дальше работать, учиться, будет участвовать в наших мероприятиях. Мы очень рассчитываем на их активную позицию и роль в сохранении памяти о защитниках Отечества в Республике. Поисковое движение в Хасавюрте зародилось в недавнем времени благодаря инициативе заместителя главы администрации Хайбулы Умарова, который направил созданный поисковый отряд «Кавказ» для участия в экспедициях в Орловской области в 2017 году и в текущем году в Республике Ингушетия и Волгоградской области. Опыт первопроходцев будет использован для подготовки новых участников. Все это, по словам Умарова, необходимо для того, чтобы молодежь чтила вклад предыдущих поколений в дело сохранения мира, как ветеранов Великой Отечественной войны, так и ополченцев, отстоявших конституционный порядок в Республике Дагестан в августе 1999 года. В августе-сентябре 1999 года на территории Дагестана вторглась многочисленная группа экстремистов. Руководство Республики призвало дагестанцев в решительной борьбе с теми, кто нарушил мирную жизнь. Свыше 10 тысяч ополченцев встали на защиту, по главе тогда еще мэром города, Сагипашуя Маханова, на защиту своего высокоборного края. В первую очередь, даровольские отряды шли те, кто прошел армейскую службу. Имужественные афганцы, люди, владеющие современным оружием. Дагестанцы, жившие в городах России, возвращались для защиты своих сел и районов. Высокий патриотизм показали молодые воины дагестанцев, которые служили в этот период различных подразделениях, вооруженных всей Российской Федерацией. Естественно, что современная дагестанская молодежь, воспитанная старшим поколением на таких образцах беззаветной преданности Родины, стремится быть достойной славы предков. К счастью, нашим юношам не приходится отстаивать целостность отчизны с оружием в руках. Но если прозвучить тревожный клич, эти ребята увереннее подведут. Они прошли закалку, участвуют в поисковых отрядах в разных уголках России. В районе Великой Отечественной войны Дагестан находился в тылу, хотя линия фронта была близка. Потому наши хозяйковские ребята и дагестанские, в том числе поисковики, выезжают в экспедицию Орловскую, Республику Ингушетия, Волгоградскую область и многие другие регионы страны, где совместно с местными свестниками ищут и находят останки пропавших в бедности солдат. Хотелось бы отметить, что в совместной работе с ребятами из иных республик, в крае областей наши поисковики находят возможность и время представить культуру и традиции разноязыков народного Дагестана. Заместитель начальника управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов рассказал о том, что Министерство обороны на протяжении всей своей истории поддерживает волонтерские организации. Также в пленарном заседании принял участие депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Совета регионального общественного фонда поисковых отрядов Республики Башкортостан Ильдар Бигбаев. В рамках пленарного заседания состоялось награждение поисковиков Южного и Северокавказского федеральных округов знаками и медалями Министерства обороны и благодарственными письмами депутатов Государственной Думы. Сария Махайбулаева, Нажила Абдулаев, Самад Гакаев, информационная программа «Пульс».